я хотел поговорить о человеке и поэтому решил что стоит начать с двух самоочевидных истин которые каждый знает и на самом деле на них можно и закончить на этих истинах спокойно разойтись потому что если над ними всерьез подумать то в них содержится вся та цепочка которую я попробую развить потом свить обратно что такое человек мы же все время об этом говорим или например что такое каждый из вас как можно ответить на вопрос кто я как вы обычно отвечаете на этот вопрос скажите мне во первых давайте ну имя это сложная история сейчас не будем хотя можно туда пуститься но в любом случае мы знаем что имя сущность не передает поэтому если мы представляемся особенно официально ничего говорим ну профессия да можно конечно сказать еще пролетарий например там и добавить умственного труда станет более понятно скажем тем не менее как вы себя определяете привычно в жизни я маргарита и я обратите внимание на самую первую вещь вы демонстрируете почти полную правда соответствие с этими двумя тезисами в первую очередь ваша схожесть с богом в том что мы не можем ответить на вопрос кто такое я правда кто может более подробно можно поговорить о том кто такой я например я кто кто ну ну тоже не знаете ну правда ингер кто врач я врач еще я кто писатель радиоведущий кто еще мужчина еще еще никто не пришел не сказал что он мужчина или женщина да там сейчас также и говорят смотрите женщина подвинетесь да или там девушка дайте дорогу тележки постеснялись почему то есть смотрите как интересно по всей видимости если это вам не пришло в голову то никто из вас гендерным самоопределением с собой не связывает ну как бы ну я женщина конечно ну в общем это не совсем я правда а что нужно вот мне важно как меня определила и на почему может быть мне нравится быть доктором но самое главное что она меня доктором признает не радиоведущим а доктором то есть она как бы говорит да это доктор я сам в ответ начинаю верить может я действительно доктор правда честное слово как бы это главная суть я сам для себя ну по крайней мере кажусь постоянно непостижимым правда как господь бог возможно отсюда и рождается вот эта фраза ну ключевая для скажем ветхого завета далеко не только для него для христианство если мы имеем ввиду бога отца она будет абсолютно столь же равноправный как для ветхого завета как бы человек образ и подобие божие это мысли которая тоже начинается с ветхого завета заканчивается в новом и это в общем означает в том числе ничего такого позорного в этом нет что человек точно так же непостижим поэтому я и предложил сразу разойтись итак от этой самой непостижимости которая что вызывает помните мы говорили на прошлом занятии кто был конечно и на позапрошлом это наша непостижимость она что вызывает в тебе маргарита вот ты на самом деле ну как понятное дело красивая девушка понятное дело но ты еще кто я кем тебя еще признаю потому что постоянно с просьбами теперь обращаюсь кем художником ты еще художник да и это ведь не только профессия потому что слава богу нет никаких критериев кроме диплома разумеется тобой получено еще получено получено вот слава богу получено никаких других кроме этой юридической справки окончательных параметров кто такой художник чего он должен знать и чего и как он должен рисовать не существует правило значит для того чтобы маргарита назвала себя художником сначала это должен сделать я правда это я должен сказать маргарита ты художник и она и она видите вот разворачивается и да я художник правда я хочу сказать следующее давайте душ рисовать здесь существую я и это нечто непознанное для того чтобы как-то объяснить себя я собственно в жизни становлюсь кем-то кем я могу кем я становлюсь в жизни давайте подумаем я могу стать врачом да я могу стать художником так как художник это от слова худо то мы его так и оставим да как бы врач это ровно моя профессия врач это человек который врет то есть да именно таково происхождение слова то есть заговаривает болезни врет непрестанно вот и что ты смеешься это правда да как бы я могу быть алкоголик женщина шизофреник ну например хочется написать душевно больной но сейчас это одно и то же кем я еще могу какие я еще могу давать самоопределение оптимист ну как вот люди делят оптимист псимист патимист патимист рыба рак щука как это родительское это значит я должен себя определить как мальчик из хорошей постели как у нас говорили в юн из хорошей спальни простите да то есть благородного происхождения пролетарского но благородного так я не знаю ни одного живого человека который так себя определяет ну вот ну давайте для разнообразия напишем скажем русский все это чем окажется ну правильно это называется способы самоидентификации мы сейчас это обсуждаем по сути ну правильно это окажется чем ярлык ярлыками ролями ну возможно ярлыками и ролями но вся проблема в том что они же нам зачем-то нужны зачем но если ярлык это не хорошо шизофреник это ярлык это плохо это стигматизация но сам же человек про себя через некоторое время полечившись начинает с гордостью говорить там я шизофреник отойди да или когда говорят бросай пить ну практически вслух люди отвечают ну как же так я алкоголик летом я наркоман это звучит гордо в нашей стране да они зачем нужны эти ярлыки правда ну вот валя валя спасибо перечислила ну ну и все тщеславие вот я врач и это тщеславие чем тщеславится то будем не понимаете какая штука или там я интеллигент какой нахрен тут тщеславие вот как ты это называла у тебя было замечательное слово что-то шизоидный ботан ботан бот и зачем все это нужно как структурировать оформить это оформление ну сразу встает вопрос это же оформление чего-то это что-то оно куда-то делось вместе с оформлением или нет или оно осталось под оформлением ну я хочу сказать следующее все пытаюсь вас спровоцировать на использование того что мы уже как-то проходили но что давайте вернемся опять к этому вопросу что порождает это самое я не знаю кто я такой что порождает вас мой вопрос ты кто такой кто ты такой тревогу конечно точнее не пораждают если уж говорить с экзистенциальной точки зрения усиливают и если я на вопрос ты кто такой я врач в смысле ну все равно с меня гулянтового кольца не снимешь так что иди себе мальчик то моя тревога как-то уменьшается это часть моей тревоги экзистенциальная тревога тревога бытия да ведь родители когда хотят сделать нас кем-то они ведь испытывают ту же самую тревогу только за нас там сейчас не будем причинах сейчас вещают о том что родители так и говорят мы хотим чтобы вы стали кем-то в жизни кем-то правда как-то оформились нашли в этом оформлении точку опор я хочу вам сказать что все это все абсолютно конечно есть формы психической защиты от чего защищается человек до тревоги о которой мы говорим он пытается оформить как-то свою тревогу свое незнание самого себя и для этого как мы только что выяснили в эксперименте кто ему нужен другой человек другой человек но другой человек это человек он образ и подобие божье это наука которую мы понимаем с большим трудом в жизни не только я образ и подобие божье но и другой человек тоже значит другой человек это еще один вопрос правда ну например не хочу вспоминать мою любимую историю из бесчисленных историй Хармса ну напомню вам я недословно цитирую эту историю когда это же ровно и точно правда в зал сцена на сцену выходит художник и говорит я художник из зала встает токарь Вася Сидоров и говорит по моему ты говно художник падает и умирает его выносят на сцену выходит писатель и говорит я писатель встает Ваня Сидоров и говорит по моему ты говно Ваня писатель падает и умирает дальше не буду там много перечисляется интеллигентских в основном профессий скажите мне пожалуйста это реальная история жизни до сих пор очень до сих пор очень странно чуть я жив не подождите я четко формулирую вопросы а что если человек не находит признание он умирает насколько я врач иногда спевается согласен насколько я врач должен зависеть от мнения обо мне больных помните мы тоже здесь на занятиях обсуждали что все самое главное происходит в туалете в больницах в любых реабилитационных центрах где угодно и там о врачах никогда хорошего не говорят не принято ну почти никогда бывают конечно редкие исключения но в основном никогда ну там же люди тоже говорят друг другу то что чувствуют а если не дай бог пока там в туалетах камеры они без звука ну через некоторое время прогресса технически не спит звук появится ну когда вы шо говорили хорошее о врачах медсестрах в туалете больниц если не дай бог туда попадать это никогда ну да даже не врите мне пожалуйста а если человек в наше время говорит мне это в лицо ну знаете сколько у меня за 13 лет радиопередачи на радио было звонков вы что только там не говорили мне не говорят сейчас редко правда в общем абсолютно регулярно что за фигню по другому немножко говорят вы несете кому эта фигня нужна не мешайте спать вы заставляете людей думать на ночь как бы это еще это все очень интеллигентно а то а то наши придут к власти я уж не говорю о том что главный пунктик очень простой передачи никто не слушает а вот вам расскажет в подробностях сколько раз в день звонят и говорят за сколько ты продался ты ставишь американскую музыку в эфире ты агент это каждый день вообще это всегда масоны спонсируют и что мне делать нет я сейчас не к этому они ну вообще наверное сейчас такой странный мир когда мы это тоже очень важно научиться понимать когда мы все пациенты друг другу и вообще по большому счету вот эти слова как бы тоже никакого отношения ни к самоидентификации ни к идентификации другого не имеем ну в смысле сказать что я это что он больной это примерно как в старину сказать он дурак ну дурак и все ну чего о нем разговаривать это собственно говоря ровно такая же стигматизация то есть я поставил галочку этот человек дурак или больной его слушать не нужно ну не нужно а как бы каждый варится в своей области и мы очень плохо представляем себе общее количество таких больных в нашей стране так присмотришься повнимательнее других то почти не осталось они есть но они жмутся по углам там сидят ужасно боятся поэтому так не пойдет потому что если эта болезнь такая массовая значит у нее есть какие-то причины ну неважно глупость это или что-то другое все равно какая-то внутренняя причина же есть эти люди просто были звонят нет я просто хочу сказать что в данном случае не будем в сторону уходить но на самом деле вся беда в том что на таких массовидных феноменах как СМИ например все же просчитан да как бы на радио считается что один такой звонок примерно на десять тысяч думающих точно так же даже если я назову его больным ну я сейчас не про это я хочу сказать что я жив другие другие радиоведущие которые ставят аж рок-музыку в эфире представляете кошмар какой вообще это же просто ухи а сатанисты проклятые да это же ухи просто они изводят русскому православному народу вы чего вот все живы никто не помер все продолжают работать врачами радиоведущими и так далее и тому подобное я сейчас не говорю про то что сам же когда-то называл маленькой смертью про обиды ну да это неприятно в общем от этого никто не умирал если я так завишу от оценки и иной то что же вам не останется если она скажет что-то такое по-моему вы дерьмо доктор махнет хвостом и уйдет а махнет хвостом и украинского и украинского и украинского и украинского У меня почти и не было никакой самоидентификации. Пока мне не дали диплом, потом ординатура, потом... В общем, очень много дипломов всяких. Пока все это не дали, никакой самоидентификации. Я же не могу сам себя назвать врачом. Это должны сделать другие. И вы же первые, наши пациенты, будете очень недоволены, если я сам уберу себя врачом, как цирюльники когда-то, и пойду. Еще будете требовать, чтобы я соответствовал стандартам, когда вам выгодно, когда не выгодно, не будете. Но это 18-й вопрос. Меня интересует... Как же мне быть-то? Это главный вопрос. Резильентности. Жизненной устойчивости. Ремиссии. Как мне быть? Чего я тут и на вот... Извини, ну извини, ну я это... Или вот могу кого-нибудь другого, но кого-нибудь другого пальцем показать. Как кто-нибудь скажет. Ну, то же самое. Да, вот там я веду тренинговые занятия. Встанет кто-нибудь и скажет. Какой вы вообще, тренер, ховно. Повернется. И что мне делать? Вот, блин. Правда? Ведь что делать-то? Видимо, вот тут предположение... Простите, забыл, как вас зовут. Предположение, Марина не надложится и помирает. Ну, это не так. Нет, не надо. Спасибо большое. Прям на сцене лечь так. Все. Даниле номер, его выносят. Как по Хармсу точно. Как бы... Что мне делать-то? Найти Машу, Галину, Владимира, которые будут говорить... Ну, понимаете, нет... Можно, но первое. Меня это никогда не устроит. Это, кстати, важные нюансы, сейчас объясню. Меня это никогда не устроит. Потому что, если это мои, Маша и Галина, там, не знаю, жена, любимая женщина, постоянная пациентка, хорошая знакомая, то про них уже все понятно. Ну, наверное, если человек выходит на сцену и говорит, я писатель, у него, наверное, что-то есть. Читатели, книги какие-нибудь. Да. Говорит про него, как правило, он говно. Тот, кто книг-то не читал, есть такое правило. Потому что, когда книгу прочел, правда, то вообще говорить про нее, что она говно, очень трудно. Но поскольку ты труд потратил. Прокорочку. Да, у нас даже передача была. Кем был Бродский-то, поэтом или нет? Ну, да, это очень тут у нас очень много всякого разного. Я уж не говорю. Про философов, которых расстреливали за ненадобностью и священников, которых топили в камере. Потом объявили святыми, но, в общем, по большому счету, я не думаю, что их это уже радует. Как бы... Это все про это. Ну, можно почему-то вы... Вы как-то поработаете со мной. Потому что, наверное, есть такое замечательное слово мужество, оно называется, которое мы тоже многократно вспоминали, на самом деле. Важное слово. И для женщин, и для мужчин. Ну, там, это же... Чуть никто не вспоминает самую стандартную ситуацию. Менее сложную. Да? Кто я? Я мама. Ребеночек вырос, женился, ушел. Дети, не до мамы. Ну, не говорит, слава богу, если не говорит, что мама, ты говно. А то ведь и говорит. И еще говорит, ты не просто говно. Ты вообще в моей жизни виноват. Я тут что-то про психоанализ краем уха слушал. Поэтому вот у меня Египов комплекс разыгрался. Ты во всем виноватая. И правда, и сказать-то нечего. Потому что мама же правда виновата в его жизни? Да. Виновата? Да. Вот мне сказали. Вы, Александр Геннадьевич, не врач, а полное дерьмо. Я это близко к сердцу еще всегда воспринимаю. Правда. Ну, я такой эмоциональный, психически нестабильный. Что делать? Как бы дальше банальная ситуация возникает. Я звоню Маргарите. И говорю, Маргарита, мне сказали, что я говно. Она мне говорит, Александр Геннадьевич, ну что вы, вы хороший. Но Маргарита, она моя знакомая, она входит в сферу моего влияния. Поэтому она же, как истинный психотерапевт, она же не может мне плохого ничего сказать. Она же будет правильно себя вести. Я это знаю. Правда? Ну, как это все равно, что любимой маме, правда, звонить и говорить, меня тут обозвали дерьмом. Но если мама, правда, любимая, отношения у нас нормальные, она, конечно, меня погладит по головке. Понятное дело. У меня же это не доказательство. Ну, это как... Ко мне приходят девушки, я им говорю, вы офигительно красивая. А мне говорят, а что вы другого можете сказать? Вы же психотерапевт. Понимаете, о чем я говорю? Каждому это чувство знакомо. Тут нужно что-то другое. А что я могу сделать другого? Ну, могу поехать заплатить проститутке. Меня другая сторона процесса не устроит. Правда? Я же ей заплатил. Скажу, чтобы она меня била, она меня будет бить. Скажу, чтобы она меня хвалила, будет хвалить. Могу пойти, действительно, к коллеге-психотерапевту, да? Дать ему денег. То же самое практически. Ну, мы же сами превратили психотерапевтов в проституток, врачей. Ну, в общем, как бы это... За ваши деньги все, что пожелаете. А не то, что я считаю нужным. Вы можете приближать внутрь себя. А попробуйте найти там какую-нибудь точку... Что мне делать-то? Внутрь себя могу попробовать заглянуть. Да, это выход. Если я правда умею медитировать, понимаю внутренне, что это такое, я могу сесть в позу лотоса и, по крайней мере, продышаться. Еще вариант есть? Ну, не все. Не все. Еще вариант есть? Варианты у нас. Можно бежать, можно скорить, рефлексировать. Куда бежать? Драться. С пациентом? С пациентом? Ну, можно, можно драться с пациентом, можно драться с начальством. Но в случае моей работы, скорее всего, меня госпитализируют. Все-таки через некоторое время. Драться с пациентом, как бы. И не только меня. Все зависит от того, с кем я дерусь, как. Да, ну вот я отделился от этой идентификации. Вот это самый главный вопрос и есть. Здесь еще имеет значение, насколько авторитетен для вас тот, кто вам дает эту оценку. А это не важно. Если я такой доктор-доктор, и по-хорошему доктор, и по-хорошему, то я, мне не важно, кто дает эту оценку. И более того, вообще тут с авторитетами безумно сложно. Ну, безумно сложно. Потому что есть огромное количество профессоров, которые скажут мне, что я говно. Если они заметят, что я говно, я буду страшно рад. Ну, страшно. Мне это вот так будет достаточно. Понимаете? Ну, мне, как-то моему коллеге, его бил, ну, это традиция такая, добрая, хорошая традиция. Его бил лично Владимир Вольфович. Орал какое-то говно, ну, это практически комплимент. Понимаете? Да, это надо заслужить. Поэтому это сложная такая история. Понимаете, как бы, если мне пациент говорит, что я говно, то я страдаю. А если главный психиатр, ну, в общем, это так мне приятно, потому что я заметное говно. Я пахну, по всей видимости. Это очень хорошо, полезно для него. Я хочу сказать, что тут очень сложно все, во-первых. А во-вторых, я имею в виду простые житейские вещи, которые абсолютно простые. Ведь это в таких ситуациях мы, каждый из нас оказывается регулярно. Особенно, если кто имеет дело с живыми людьми, с клиентами. Это просто обычная вещь. Мы что делаем? Включаем какую-то защиту, там толстопожим становимся. Идентифицируем себя. Это кошмар. Это ужасное предложение. Потому что, на самом деле, я строю вокруг себя броню. Никому не иду. Ну, и я там начинаю, у меня последний клапан, ленинская статья знаменитая о причинах революции. Пар закипает в котле. И в конце концов, мне сносят крышу, и я иду, я не знаю, бить всех врачей, например. Или еще чего-нибудь такое. В общем, это страшная штука. Какой у меня выход? Нет, я... Я в данном случае... Ну, это сложная история, но я в данном случае выступаю в роли объекта. И в той роли, в которой я нахожусь... Ну, мы вот... Я про что? Я про... Идентификацию. Правда? Я поэтому, может, недостаточно четко сказал. Я идентифицирую себя с врачом. Допустим, я врач. Врач я. И для меня оценка от пациента, а уж не дай бог, от платного пациента, или еще чего-нибудь, это, в общем, одна из ключевых вещей. Пациента. Ни коллеги, ни большого начальства. Я все понимаю. Но это же моя работа, я врач. Ну, да, потому что... Почему художник умирает у Хармса? Потому что он весь состоит из художника. А кто сидит в зале? Ну, зритель. Зритель или потенциальный зритель, или настоящий зритель. Еще интернета-то нету. Начало 30-х годов, простите. И раз зритель, зритель из зала говорит ему, ты говно, остается только упасть и умереть. Ну, получается следующее. Я не знаю, кто я такой. С помощью других я получил диплом, идентификацию врач. Да? Теперь я врач. И... Другие должны быть мной... Ну, не то, что... Не знаю, слово подобное. Удовлетворены. И считать меня врачом. Я же от них. Это они меня назвали врачом. Художником. Диплом же это не просто бумажка. Это средство самоидентификации. Независимо, за деньги оно куплено или нет. Неважно. Меня назвали. Другие определили меня так. Социальное доказательство. Но я сейчас о внутреннем. Поэтому меня не столько волнует социальное доказательство. Как внутреннее состояние. Люди. Я, честное слово, не буду. Ну, вот я честно не буду. Давайте вы мне скажете, что вы делаете. Честно. Почему? Вы... Кокетки? Вы боитесь, что я вас покусаю? Почему никто не скажет мне? Ну, пошел бы, выпил рюмку Александр Геннадьевич и расслабился. Почему? Или там. Пошел бы, принял транквилизатор. Почему? Собственно, давайте вы мне скажете, почему вы мне этого не говорите. Кстати говоря, есть некое предположение, что я не могу пойти выпить рюмку коньяка. Потому что я перейду вот в эту категорию идентификации, которая для меня болезнь. Да, потому что хают меня каждый день. Или в эту. Если, например, начну пить успокоительное. Я знал о многих врачей, которые начинали принимать собственные таблетки. И на этом кончалась вся их карьера. Что страшно. Этого они опыта не публикуют. Я хочу сказать, что... Ну, которые сами приходили к выводу, что у них шизофрения. Сами себя пугались. Сами начинали есть антипсихиотические препараты. И, в общем, сами же и уходили на инвалидность. Или что-то вроде. Ну, неважно. Есть, да. Потому что, на самом деле, у нас, скажем, в психиатрии, да и в наркологии тоже творится то, что там творится. По одной простой причине. Потому что никто из врачей никогда не пробовал своих препаратов. Так, как назначают. А кто пробовал, тот выпал, к сожалению, из истории профессии. Это тоже очень важная специфика. Но я сейчас не про это. Если я говорю, я хороший врач. Выпить не могу. Нейролептиков пойти нажраться тоже не могу. Поскольку я тогда должен буду объявить себя шизофреником. Чем не делать? То есть, вместо проститутки, как челентан, это пор, да, и рубить дрова. Это правильное решение, в общем, да. Это чистая такая сублимация, да. Предлагаешь. Вспомнить об успехах. Ну, если кто был в подобной ситуации, тот знает, что пока оно само не пройдет, аффект, в который ты впал, вспоминать об успехах очень трудно. Можно пойти срочно, кого-нибудь пояснить. Поймать на улице красивую девушку и сказать, дай я тебя полечу, рода. Никогда не пробовал, даже в юности. Интересно, как девушки на это реагируют. Как бы, какие еще варианты? Я, я, вы меня многие знаете. Я на самом деле... Чего буду делать, Ира? Какие же ты? Ну, ты не считаешься, ты нечестная. Или телеспан. Да, да. Вот, я пойду куда-то в другую сторону. Ну, например, я хочу, не хочу, я пойду вести радиопередачи, я это люблю. Правда. И меня отпустят. Это проверено, мин нет. Совершенно точно это работает. Еще я могу пойти по всяким разным вещам, которые я люблю. Я люблю старинные восточные штучки, которые часто таскаю, вы это знаете. Я могу пойти куда-нибудь в антикварный магазин к букинисту. И более, мне даже деньги для этого не нужны. Потому что очень многие, зная меня десятилетия, выдадут мне любую книжку в долг и знают, что я отдам. Это как карточные долги, примерно. Без вопросов. Это зависимость, правда. Ну, она такая почти профессия. Я, правда, хороший специалист по старой русской книге. В общем, хороший специалист. Я думаю, что сейчас меня отовсюду выгонят, и я пойду торговать книгами. Вполне такая. Как бы, что я еще могу сделать? Ну, я большой читатель, правда. И поэтому я, если это все почему-то невозможно, время позднее, я могу взять любимую книжку. Включить любимый фильм. Смотрите, какая интересная штука. Первое, что очень важно научиться понимать, вообще, что кроме мнения другого, есть то, что я люблю. Никто и никогда из других. Книг я почти не продаю. В общем, мою коллекцию мало кто знает. Никогда я это не рекламировал. Это я вам говорил, что я хороший специалист по старой русской книге. Никто другой мне такого диплома не давал. Я когда... У меня на радио была такая история. Я пришел на радио, и я очень долго ко всем приставал. Ну, там, к начальству. К более... Ну, все-таки, слушайте, куча прямых эфиров. У меня там их было пять в неделю тогда. Сначала. Я говорил, ну, научите меня, скажите хоть, что делать. Мне говорят, ну, там, а что делать? Ну, это радио, не телевидение. Типа на опыте. Там посмотришь, тыры-пыры. Я так год приставал, а потом мне стали говорить, слушай, ты уже провел больше прямых эфиров, чем все наше радио. Давай мы к тебе учеников будем направлять. Я вот про что. Ну, например, смотрите, вот я правда считаю, что алкоголик, я алкоголик. Это болезненная, но самоидентификация. Это способ определить себя. Потому что в некотором смысле такое самоопределение определяет всю жизнь. Я не могу лечить каждого алкоголика и наркомана. Я, как и многие другие люди, не всем подхожу. Это как любовь. То, что я предлагаю пациентам. Но я сейчас не об этом. Я сейчас об том, что есть у меня такой сейчас удачный пациент. Ему около 50 лет. Со стажем. С запоями. Все как надо. Такой, не хочу, чтобы он был узнаваемым, но как бы этакий развеселый деревенский парень, производящий впечатление, ну, если не такого, знаете, Ивана Дурака. И ведущий себя примерно так же. Немножко расторможенный. Ну, я долго за жизнь разговариваю. И выясняется, что самое главное, чего он в жизни хочет, это деньги. А так как денег нет, то остается только пить. Что он менеджер по продажам стройматериалов. На работу его нигде не берут, потому что он давно не работает. А еще он... Это я про самоопределение. Ну, в общем, может работать ей угодно специалистом по снабжению. И в разговоре ничего не получается. Никаких абстрактных истин, ничего сложного. Ну, меня просто не понимает. То, что я сейчас говорю, понять не очень просто, на самом деле. Надо захотеть. Как бы... И тут я решаю... Ну, дай мы попробуем поделать символ драмы. Вы многие ее знаете по нашим занятиям и по радиопередачам. То есть, я его отправляю в воображение, во внутреннюю панораму. На поляну, в лесу. Ничего особенного. По лейнеру. Причем ленюсь. И поэтому, ну, показываю ему, чего я хочу от него в кабинете. А потом говорю, иди домой, и мне потом расскажешь. И дальше начинаю волноваться. Потому что через пять дней он приходит. С вытрощенными вот такими глазами. И говорит, боже мой, Александр Геннадьевич. Как там прекрасно. И рассказывает мне целую поэму о том, как он путешествовал. И я, честное слово, честное пионерское. Я думаю, что у него не хватит терпения это видео посмотреть. Я думаю, не белое или горячее. Валик говорил, что я волнуюсь. Потому что, ну, настолько ярко все это. Настолько потрясающе. Я его отправляю вдоль по реке. На вторую ступень. Вообще ничего не говорю. Говорю, вот там река, там пройдись. Он мне приносит, кому интересно, могу даже показать у меня с собой. На четырех страницах поэтический текст. Ну, понимаете, с метафорами. С потрясающими зрительными образами. Мы начинаем это дело обсуждать. И вдруг я выясняю, что он когда-то писал стихи. Ни слова не рассказывал. Долго писал стихи до взрослого возраста. Потом играл на гитаре. Но учиться не стал, потому что все равно бесполезно. Ну, разве он может научиться играть на гитаре? И я понимаю, передо мной не алкоголик, а сдохший гуманитарий. Ну, сдохнущий, сдохший и пахнущий. В нем самом. Ну, потому что не было у него никогда. Ну, были, родители были простые люди, оба пьющие. Ну, вроде как без патологии, но пьющие. Как бы рабочими они были на, скажем, в Сибири, где-то там, в небольшом городке, на заводе на обороне. Что происходит? Да он вообще, совсем, полностью убежден в том, что вот те общие ценности, которые есть, только их и можно разделять. Ну, вот всех, да, говорят, надо денег. Побыстрее и попроще. Надо брать кредит, строить квартиру. Что там еще надо у нас? Я не про него лично, я про нас вообще про всех. Покупать машину хорошую. Что еще? Ну, для мужчины чуть менее. Путешествовать, да. Как бы все. Если он этого не может, еще надо, ну, у него инженерное образование, еще надо вот работать менеджером или агентом по продажам. А все остальное это лишнее, никому не нужно. Ни врачу, ни жене, ни детям. Значит, ему не нужно. Это ошибка. Это ненужное увлечение. Ну, как сказать, несуществующее. Я хороший врач, как вы думаете? Вы же мои слушатели. Да, вы не иначе просто не можете говорить. Да, но плохой. Я плохой врач. Для вас хороший. Как бы по двум причинам. Причина первая. я плохой врач с точки зрения большинства моих пациентов, потому что они приходят ко мне искать волшебную палочку. А я пытаюсь разобраться в том, где их подлинное я. А они хотели, они, можно сказать, даже теть Маше звонили, чтобы посоветоваться какую-то таблеточку принять. И больше они от меня ничего не хотят. Поэтому я плохой врач с точки зрения пациента, и я плохой врач с точки зрения Минздрава, потому что я давным-давно вышел и нахожусь далеко за пределами всяческих стандартов моей профессии. А это закон. Понимаете, какая штука? И это значит, на что я могу опираться? Только на то, что нравится. Только на то, что я люблю в строгом смысле этого слова. Я все время пытаюсь объяснить, что это я и есть. Ну, если вспоминать, я просто как-то к старости стал понимать, про что Лакан. Это Жак Лакан, основатель французского психоанализа. я сегодня боюсь заморочить вам голову Лакана, но он когда-то это замечательно назвал розчерком. Он сказал, что человеческое я это такой розчерк между всем тем, проведенный между всем тем, что человек любит. если смотреть сверху, вдруг выяснится, что все женщины, которых мужчина любил в жизни, и все мужчины, которых женщина любила в жизни, чем-то неуловимо похожи друг на друга. У них обязательно есть общая черта. и это есть розчерк. Я не про внешнее и не про внутреннее, но если смотреть на это дело внимательно, то можно найти в них общую черту, и это буду я. у женщин, которых я люблю, у старинных восточных штучек и символов, которые я люблю, подчеркиваю, которые я люблю, не у всех же, и у старых книг, которые я люблю, тоже есть общая черта, внутренняя или внешняя. и я могу уйти от вот этой оценки другого только к этому я люблю. Я врач, но в своей профессии я люблю лишь какие-то определенные черты. а каких-то не люблю, не ценю и не уважаю. Я художник, но я никакой не художник вообще, если я рисую как правильно, как все или как велели. Я художник только в том случае, если я позволяю себе рисовать так, как я люблю и то, что я люблю. А я алкоголик на самом деле только до тех пор, пока мне это выгодно. Если я правда почувствую, что я в душе поэт, честно, алкоголь отпадет как труха на самом деле, просто как труха. Бог не познаваем. Но мы отчасти можем его познать, познавая себя, так как являемся образом и подобием. Полностью не можем, конечно, но что-то почувствовать про него мы можем, потому что иначе не было бы такой дисциплины человеческого ума как религия или как богословие, например. Ну, не волнуйтесь, я не буду долго богословствовать. Я хочу, чтобы вы почувствовали некоторые вещи не очень привычные. Например, что значит творение вообще? Вот мы совсем недавно говорили о той черте, которую Бог провел по лицу бездны в Библии. Помните? про Софию. Я был радостью. Бог провел круговую черту по лицу бездны. И это и есть творение. Мы с вами говорили, что черта это само в даосизме получило замечательное название великого предела, потому что все, что лежит в черте, мы можем познать разумом человеческим, а все, что за чертой, лежит за пределами познания. Там лежит сущность Бога, а здесь только творение. Это значит, между прочим, одну своеобразную вещь. мы с вами говорили о том, что мы не можем даже увидеть согласно этой концепции то, что не принадлежит к нашему миру. Потому что у нас нет способов познания мира или чего-то, что приходит из-за великого предела и изначально в нем не содержится. Вы знаете, что означает? Это ничем не отличается от той части физической гипотезы великого взрыва, в рамках которой мы привыкли мыслить. Ну вот, да, взорвалось некое ядро материи и образовало наш мир. Сейчас неважно, там, расширяется, оно не расширяется. Это означает только одно, что изначально в этом вообще и состоит сам акт творения, что изначально в нем заложено все. Вы все. Одно из главных вещей, которые мы можем сказать о Боге позитивно, что Бог это все, и в нем содержится все. я хочу сказать, что в этом смысле творение, мир, в котором мы живем, это не пустота, это предельная полнота, наполненность. В нем изначально все уже есть. И, между прочим, мы потому отчасти боимся жизни очень часто и боимся общества, других людей, что как бы исходим из мысли, что все уже есть. Все книги уже написаны, никакой новой мысли придумать нельзя, есть женщины, куда красивее меня, и поэтому куда мне с кривым рылом в калашный ряд. Как бы мы, между прочим, и боимся, когда мы говорим серьезно о таких вещах, как социофобия, еще чего-нибудь такое, то мы говорим как раз о страхе перед полнотой, а не перед пустотой. Все уже есть, я не нужен. Поэтому можно в рамках этих утверждений смело утверждать, что Бог начинает творение, потому что чувствует некую пустоту. все тот же лакан, которого я так часто в последнее время вспоминаю, очень хорошее использовало слово, которое называется зияние. Дырку. Где-то в его бесконечной и бескрайней полноте образовалась пустое место. Зияние. И как вы абсолютно точно сказали, только оно одно и порождает желание. Потому что когда философы говорят о том, что тревога чувства необходимы, когда я много раз объясняю, что без депрессии невозможно никакое обучение. Еще раз повторить этот предельно простой аргумент. если я всем доволен, то мне ничего не надо делать. У меня все уже и так есть. Это является тяжким психическим заболеванием, а не ощущение того, что мне чего-то не хватает, или я в чем-то виноват, или я не уверен в собственном будущем. Это просто сам термин зияние или неполнота и есть самый универсальный способ описания того, чего я пытаюсь вам по-разному уже довольно давно сказать. Потому что если у меня нет чувства пустоты, если у меня нет чувства тоски, вины, тревоги, то мне нечего заполнять. Зачем мне знания, если я и так все знаю? зачем мне исправить свои ошибки, если я ошибок никаких не совершал? Этим страшна некая конечность творения. Поэтому, наверное, вселенная и расширяется. Не знаю, в реальности или в наших умах. Это, в общем, не так принципиально с этих позиций. Где она расширяется? Она образует пустоты, которые нам, нашему знанию, нашей науке надо заполнять. А если она вот однажды создана и в ней все хорошо, какая наука? Никакая наука не нужна. Ньютоновская физика, Евклидова, геометрия за 500 лет до нашей эры все завершила. Если говорить о лакане, тут начинаются большие сложности, но, в общем, сам такой внутренний пульс человеческой жизни он понимал следующим образом. Вот как только человек что-то с его точки зрения узнал, что вызывало его неполноту или получил, происходит следующая вещь. Вот этот круг занимает место большого. он из некой потенции становится поведением человека, его жизнью мы говорим. Была пустота, не хватало принца на розовом коне. и тут нежданно негаданно он появился. Так часто бывает. Он стал всей полнотой женщины, ее окончательным миром. И так и заявил, правда? И женщина поняла, в общем, не минуя может, на других мужчин смотреть нельзя. Это наказуемо, что там, не знаю. Надо согласовывать собственные действия, даже иногда, что именно ты собираешься рисовать и для кого уж, тем более. что, как только означаемое у Лакана вот это зияние приобрело черты реального объекта или реального знания, оно перестает удовлетворять. моментально возникает следующее желание. И так это все время пульсирует, потому что расширяющаяся вселенная. Да? зияние заполняется чем-то, образуется законченный мир. Ну, вот это, да, заполнил зияние водкой. Для того, чтобы мир стал законченным, надо стать алкоголиком. Ну, если больше моего личного ничего не осталось, если мне нечем заполнять это зияние, я этого делать не умею, меня никто не научил. И все вокруг говорят, ну, таблеточек попей, покури, уколись, выпей. А я не умею искать какие-то опорные точки в себе и не умею это зияние заполнять. Я все равно, если я женщина останусь недовольной я. Ну, недовольная, потому что, скажет женщина, ты слишком ограничиваешь мою свободу, ты слишком занял меня собой, тебя слишком много, говорят некоторые, просто уйди. Утром ты, вечером ты. Да, как в иронии судьбы, туда-сюда перед глазами. Вселенная окончательный мир в одной малогабаритной квартире. Все. Все законы определены, все окончательно построены. тут же возникает следующее зияние. Возникает оно совершенно неминуемо. Абсолютно. Этот провал. как бы дальше все зависит от того, как мы сможем это друг в друге в случаях любви почувствовать. поэтому поэтому я пытаюсь сказать, что во-первых, то, что называется подлинным человеческим бытием, по сути своей представляет зияние, вот как вы с самого начала на вопрос, любой человек, не вы, европейский, на вопрос, кто я, отвечаете, а мы не знаем. А ответить на него можно только через через розчерк. через то и через тех, кого мы правда любим. Но это всегда розчерк. Поэтому, да, помните, мы с вами говорили, что подлинное бытие простейшее определение Габриэля Марселя, которое точно соответствует этим рассуждениям. он писал очень просто. Подлинное человеческое бытие – это бытие, которое не поддается никаким окончательным определениям. как только мы его окончательно определили. Смотрите. сюда можно вписать очень много из того, о чем мы говорили. Но я не буду если можно углубляться в психоанализ, потому что, конечно, я обобщаю и упрощаю лакановскую модель. Но надо честно признаться вам в этом. Может быть, когда-нибудь я решусь и проведу по этой модели просто отдельный цикл лекций, но пока не решусь. Я хочу сказать, что тут есть одна… которая можно через нашу лекцию объяснить таким образом. Вот это зияние и есть мое подлинное бытие. Но обратите внимание, я не про дырку. Я про то, что у этого бублика есть некая граница. Вот это и есть росчерк. То, что я на самом деле люблю. Вся беда. Мы не можем эту дырку познать окончательно. Мы можем по-разному в поэзии, в психоанализе, в философии, очень разными способами ее описывать. Но это все равно будет дырка, которая ведет к Господу Богу. Потому что можно сказать, я знаю, что я ничего не знаю, признаваясь в собственном идиотизме. Правда? А можно сказать, я знаю, что я ничего не знаю, так как это говорил Сократ, и это будут разные вещи. Это вот это зияние недостаток, а не избыток. Это то, что связывает нас с Богом. А вот это, вот это внешняя граница, это и есть наслаждение другого, о котором я говорил на одной из предыдущих лекций. Кто был, наверное, помню. Мы не просто подражаем, или подражаем опять не людям. Вообще, вот этот самый другой чуть-чуть шаг в сторону. Ладно, чтобы вы поняли эту мысль. Она, наверное, да, у вас глаза потемнели от напряжения. очень сложная. Вообще, вот этот самый другой человек, другой, он существует разных типов. Правда? Лакан говорил просто о большом другом и о маленьком другом. есть еще наверное и средний другой. Я выделю его, хотя может быть это не совсем верно. Это другой, который все. маленький другой это другой, который в моей власти. Ну, жена, которая должна, врач, который должен, как бы, не знаю, там, ученики, которые обязаны и так далее, и так далее, и тому подобное. Это люди, которые мне не очень интересны, потому что я в некотором смысле сам себя считаю выше. Я для них должен быть большим другим. Большой другой это тот самый другой, который может меня убить, объявив меня говном. его не существует на самом деле. Большой другой это другой, но существование которого, я надеюсь, ровно из лекции при наслаждении другого. Можно там подумать о тех аспектах, которых мы не вспоминали. вот, например, у огромного количества пациентов, психотерапевтов, психологов существуют какие-то совершенно птичьи представления о человеке. Ну, например, когда я спрашиваю, я вас сейчас спрошу, кто такой нормальный человек? не в смысле научного определения, боже упаси. А как вы его воспринимаете? Он кто такой нормальный человек? Скажите мне, пожалуйста. Он позитивно настроен. Боже мой, я все больше понимаю, что это ужас какой-то. В общем, самый ненормальный человек моя жена, потому что, согласно вашему определению, потому что она последнее время что-то, она профессор, и она перепутала день с ночью. Она работает по ночам и ложится полседьмого последнее время, ровно когда я встаю. Как бы, ну, там нельзя сказать, что у нее при этом хорошее настроение с утра. Ужас какой. Ну, ладно. Я, да, да, конечно. Я хотел сказать, что какой, ну, давайте, говорите, что вы, какой должен быть нормальный человек с вашей точки зрения? Ну, нормальный. Ну, вот, я ложиться всегда вовремя спать. Вообще, видимо, соответствовать. Ну, страшное дело. Пол Москвы можно госпитализировать, особенно тех, кто помоложе. Я поэтому беру пример зрелого возраста. профессионально это кто такой? Мы об этом только что на первом часу говорили. Вот, обратите внимание, вот, понимаете, какая штука? Есть такая вообще тяжелая иллюзия, что есть, может быть, профессионально состоявшийся, например, врач. Он или дурак, или он понимает, что любой аппендицит может течь самым непредсказуемым образом. Он понимает, он может быть в других терминах это, чем я, выражает, но он понимает, что непредсказуем человек. Нельзя найти такой метод воздействия на человека, чтобы он был всегда правильным. Можно только придерживаться стандартов, спущенных начальством, и все. И если они пациенту не подходят, то пусть идет нафиг пациент. Железно. Да-да-да. Но разве это человек, который профессионально состоялся? Профессиональный электрик всегда делает все правильно? Да, ну не знаю, как насчет, не дают дипломов профессионализма убийц, но хотя это модная тема в кино, как мне кажется, тоже в основном там, между прочим. Да. Да, ну иногда очень трудно отличить профессионального врача от профессионального убийцы, это точно. так бывает. Что такое состояться в профессии? Я сейчас скажу вы, кто будете по специальности? Я сейчас объясню, я сказала не со своей позиции, а с точки зрения социума. Не-не-не, я не сейчас не интересую точку зрения социума. У нас свой маленький социум, мы тут общаемся. С вашей точки зрения вот это, понимаете, это такая ровно об этом я говорю, потому что есть такая иллюзия, что можно состояться профессионально до конца. По-другому можно состояться. А вообще для того, чтобы в сегодняшнем смысле профессионально состояться, надо много денег воровать. это единственный критерий состоятельности. А не всех сажают-то. Из опыта известно, из новостей. Ну, как бы. Понимаете, какая штука? На самом деле есть вообще славные профессии. Я просто много участвовал в свое время в спорах. вот кинорежиссер, модель специалиста или вот тот же психотерапевт или психолог, например. Он что должен знать, чтобы чувствовать себя профессионально состоятельным? Можно обратную связь? То есть, если пациенты приходят, то есть, обратная связь. Опять сначала, в начало лекции. Если пациент скажет, что я говно, я кидык и все прямо при нем. Результаты лечения. Ну, вот, могу вам сказать, что очень уважаемые доктора, все собственно профессиональные аналитики, все, начиная с Фрейда, как положено, вам скажут, что лечение в этом процессе является побочной целью. Побочной. Как бы случайным эффектом. И вообще об эффективности терапии спорят десятилетия. Ну, я вот тут недавно по радио приводил пример и говорил о том, что недавно, правда, у меня нарисовался один пациент, который у меня лечился в 90-х годах, и с тех пор оказывается живет в Америке. я и думать о нем даже как его зовут вспомнил с трудом, который мне написал, что вот спустя там больше чем 20 лет практически, он вспомнил мои слова, и эти слова ему помогли, его спасли, и там, и так далее, и тому подобное. Это эффективная была моя психотерапия? Если он 20 лет про нее не вспоминал, занят был, не, дорогой мой, вы же, вы же из реабилитологии? Нет? Ну, хорошо. А то немедленно потребует процент годовых ремиссий, а все остальное, то есть первого года, а все остальное мы эффективностью считать не будем. Эффективность психотерапии это примерно то же самое нормальной психотерапии, любой, не советской, не кодирование. Это примерно то же самое, что эффективность воспитания. Да, там бегает мама и кричит, я же всю душу вложила в него, в ублюдка. И потом как бы права она? Ну, в общем, права. И самое интересное, что этот ублюдок еще может вспомнить все то, что она в него вложила. Однажды это все в нем может всплыть. Поэтому очень сложно эту эффективность посчитать. в случае с этим можно? Можно. Можно. Но, во-первых, это очень часть случаев. Очень маленькая часть, очень большого количества разных случаев. Ну, например, для всей кардиохирургии эффективность нельзя посчитать, потому что болезни смертельная. И эта эффективность как эффективность скульптора, да, зависит от рук хирурга. Очень часто, очень во многом. Есть автоматизированные операции, но их же раз-два и обчел. как только мы... Вот это все, понимаете, это все иррациональные представления, та самая часть наслаждения другого. Нам кажется, что кто-то там может посчитать эффективность вот этого. Вот пусть он и судит. Кто-то там... Вот я, правда, вы сейчас меня перевели на профессионалов, но здесь ровно то же самое, потому что профессионал все-таки сначала человек, а потом кардиохирург, понимаете, какая штука. И человек этот, между прочим, имеет право уставать и не пахать, как стаханов. Как бы... Но гораздо более простые вещи. Ну, вот там я не знаю, я вчера одного молодого человека допрошу. очень страшно, когда какую-то часть тебя, фантазии, например, твои, кто-то объявил психической болезнью. Ну, и вот они там полечатся, полечатся, попьют своих наркотиков медицинских, потом начинают сами себя бояться. вот я много раз приводил к примеру. Я сижу, включу ручку. Если достаточно авторитетный для меня человек, а я не врач, мне сказал, ты знаешь, это симптом души запомнили. Вдруг а я не только ручки откручиваю, но бы чего в руках кручевую. это я начинаю думать и в конце концов могу пойти и так дойти до психбольниц. Понимаете, потому что я некую часть своего естественного поведения буду отчуждать. Я ее объявлю болезнью. Ну, и вот с такими ребятишками очень часто приходится разговаривать о том, как они себе представляют нормального человека. Вот они кем хотят быть? Вот они говорят, нормальный человек должен быть спокойным. Как вы считаете? должен быть спокойным. Это невозможно. Может быть и должен быть. Это невозможно. Нормальный человек как человек, обладающий эмоциями. Потому что человек лишен эмоций, он вы и ах. Каким еще должен быть человек? Позитивный. Это идиотизм. Вы говорите просто о слабоумии. По той простой причине, что еще раз никакое познание, никакие мои изменения невозможны без вот этой самой дыры. Ну, невозможно. Зачем? Если у меня все хорошо. Есть это настоящий маниакармия, синдром, в общем, очень тяжелое психическое состояние правда. Потому что что такое у меня нет сомнений, нет депрессии, есть уверенность в себе. Вот по максимуму, когда это наблюдаешь, в реальной клинике, это выглядит так. Человек пытает винить, делает одно движение и он считает все, он весь пол подмем. потом он говорит каш и считает, что он сказал, что он жалуется на каши. Ну и так далее. он начинает действовать, но уже чувствует, что все сделало, все хорошо. Это в пределе, конечно, в патологии. Но все, что мы делаем, мы делаем на самом деле не потому, что доктор сказал пол вместе, а потому, что мы видим пол грязный. Правда? Плохо? Плохо! Поэтому мы действуем. Хотя в общем вид грязного пола я не знаю, нормальную хозяйку расстраиваю. Правда? Она начинает убираться. Не может человек быть неспокойным, не всегда позитивным, не всегда в хорошем настроении. Он вообще может быть никаким всегда. Не может быть на работе вежливым, аккуратным, не знаю, всегда приветливым, позитивным и радоваться в рамках. Клиенту. Но когда он придет домой, маску снимет. Да, и кажется, что ему очень тесно в этой масочке. Включит свою бензопилу? Да, хочется бензопилу. Вот. И вот это я называю наслаждением другого или наслаждением большого другого, как это правильно было звучать «бензопилу». Мы считаем, что где-то там есть какие-то спокойные люди, которые не реагируют на неприятности, не переживают, не жуют умственную жвачку в голове во время стресса, не суетятся, не крутят ручек, а ведут себя всегда правильно. Причем, вы знаете, мне кажется, что убежденность в этом людей достигла каких-то фантастических делок благодаря усилиям психологов позитивной психологии, психологии деятельности. Потому что смотришь на взаимоотношения молодых людей в паре, случайно наблюдать, они себя ведут как деревянные болванчики. как бы они себя ведут, как их учили. Возможно, психолог, не знаю, кто, мамы, папы. Они себя ведут друг с другом на пляже, как на работе, вежливо, позитивно. Строят отношения. Из чего? Из абсолютно несуществующих вещей, которые существуют где-то у другого. Где-то есть спокойные люди. Понимаете? Я ни одного не видел, но точно должны быть. Позитивные. Я лично не с одним не знаком, но где-то же есть один. Так и кто же я? Вы? Ну, не конкретно я, а я вообще без другого. Кто же я без другого? Я это человек, который верит в то, что он имеет право любить. То, что он любит. Не то, что по правилам, а то, что он любит. Внутри своей профессии я это человек, который понимает, что как только это это прочим несчастный ницше больной одинокий, которого объявили не знам каким злодеем, совершенно искренне выразил. Я это то, что лежит за пределами добра и зла, за пределами оценок любых. конечно, это я внутри самого себя. Я не всякого сомнения должен уметь оценивать отношения другого. однако оно все время не может никак проваливаться только в оценку другого. Исключительно из нее состоять, потому что другие вас оценивают с радостью и удовольствием. Только волю дай. поэтому я это начало, которое ищет то, что он любит. И разрешает себе. И вечно ищет, потому что окончательно определить себя, это означает вестать быть образом подобием Божьем. Для человека это невозможно. Это значит лишить самого себя свободы, пограничить.